как проходит регистрация партнеров в СНГ и стран, где действует компания НСП. Ну и рассмотрим это мы на примере подписания из Испании. Почему я затрагиваю этот вопрос? Потому что в последнее время все больше и больше партнеров, которые подписывают соглашения в странах, в частности в странах Евросоюза, они хотят строить бизнес не только в Европе, но хотят строить бизнес в СНГ. Компания действительно предоставила очень хорошую возможность при помощи интернета людям, которые в настоящее время проживают в Германии, в Испании, во Франции, то есть там, где действует сейчас компания НСП, создавать свою дистрибьюторскую сеть в СНГ. Итак, давайте посмотрим, как это можно сделать. Итак, представим, что вы или, может быть, ваши партнеры проживают, например, в Испании, и они хотели бы подписать своих знакомых, родственников, а может вообще незнакомых людей, которые проживают, может быть, в России, может быть, в Белоруссии, Украине, Казахстане. Итак, что для этого нужно сделать? Первое. Я хотел бы обратить внимание на такой ресурс nsp25.com. То есть для этого нужно прислать ссылку своему знакомому или тому человеку, который заинтересовался бизнес-предложением, ссылку именно на ресурс nsp25.com. Что должен сделать тот человек, который будет подписывать соглашение? Ему необходимо кликнуть на ссылку «Регистрация для новых партнеров, не имеющих соглашения с компанией NSP». То есть все достаточно просто и понятно. Итак, после того, как человек кликает на эту ссылку, он попадает на следующую страничку. Вот здесь важный момент. Здесь необходимо вашему партнеру заполнить следующие данные. Первое. ID вашего человека или вас, если вы проживаете в Евросоюзе. То есть это ID спонсора в Евросоюзе. То есть указывается ID спонсора в Евросоюзе. Например, вы проживаете в Испании, у вас есть ID Евросоюза. Далее. Страна спонсора. То есть здесь выпадающее окошко есть. И если ваш человек, который спонсирует из Европы, проживает в Испании, он просто ставит здесь, выбирает страну Испанию, Спейн и все. И дальше. Сервисный центр, которым будет обслуживаться новый партнер. Меня часто тоже задают вопросы, какой ставить центр. Я рекомендую на первом этапе, если это Россия, Беларусь, Казахстан, ставить сервисный центр Т-300. Это интернет-магазин, интернет-доставка. В дальнейшем можно будет при желании поменять на другой центр. Как это сделать, я тоже чуть попозже покажу. Если это Украина, по-моему, кто есть из Украины, какой у нас сервисный центр, который осуществляет доставку, интернет-доставку? Т-333, вот Родион подсказывает. То есть, если Украина, то ставится сервисный центр Т-333. То есть, вот эти три цифры необходимы вашему новому партнеру дать. Три цифры, три данных. То есть, ваша ID, если вы проживаете в Европе, или если ваши люди, которые проживают в Европе, то есть, они указывают ID свою европейскую страну, с которой проживаете, к которому относится ваш рынок, и сервисный центр, на который будет депонирован ваш новый партнер. И после этого необходимо крикнуть продолжить. После того, как крикнуть, открывается следующая страничка. Вот здесь нужно заполнить все данные, которые находятся под красной звездочкой. То есть, фамилия, страна, область, город, мобильный телефон, адрес, электронная почта. И внизу, был ли ранее партнером в НСПИ, и пароль, который будет у вашего партнера, который будет в дальнейшем использоваться для того, чтобы пользоваться данным ресурсом. Итак, в качестве примера заполним, что Иванов Иван, проживающий в России, это ваш новый партнер, вы проживаете, например, в Испании, или ваш партнер, который проживает в Испании, у него будет этот вот новый партнер, да, Иванов Иван, Россия, область, Волгоградская область, город Волгоград, мобильный телефон указывается, далее адрес указывается, вашего нового партнера, электронный адрес, был ли ранее партнером НСПИ, да нет, нет, например, да, и пароль, который он сам вводит. После этого ваш партнер может ознакомиться с условиями соглашения, с маркетинг-планом и кликнуть на «Продолжить». Так, кликнул на «Продолжить», он попадает на следующую страничку, то есть дается информация о том, что заявка активирована. И номер соглашения вашего нового партнера, например, будет составлять следующий 7 00 33 16. То есть это уже соглашение вашего партнера. После этого, как только это все будет сделано, будет сделано, ваш партнер буквально через несколько секунд, ну максимум это несколько минут будет, получает следующее сообщение, то есть такое вот партнерское соглашение на свою электронную почту, ту, которую он указывал при регистрации. То есть ему нужно указать действующую электронную почту, не придумывать, а та, которая действительно будет действовать. То есть здесь указаны все данные, то есть регистрационный номер спонсоров, ну в частности здесь указан номер, да, и плюс рынок спонсора «Спейн». На что бы хотел еще обратить внимание. Заполняются все данные на русском языке, то есть фамилия, имя, страна, область, адрес. Вот этот момент очень важный. Не латынскими буквами, просто это не будет принято, а русскими. Если у кого-то в Европе нет клавиатуры, вы тут для этого можете использовать виртуальную клавиатуру, ничего сложного нет. То есть при желании это все делается. Дальше. После того, как шпартнер заполнил все эти соглашения, у него есть возможность сделать заказ продукции. Ну, на что бы, опять же, обратил внимание. Я рекомендую для начала пользоваться заказом продукции через интернет. Если это Россия, Беларусь, Казахстан, этим можно воспользоваться сайтом natronline.ru, либо делать заказ по вот этому телефону, который здесь указан в левом углу. Хотел бы еще обратить внимание, если сейчас у вас появляются партнеры в Москве, или, может быть, уже есть партнеры в Москве, вы можете дать им информацию о том, что летние месяца действует следующая промоакция. Все заказы по Москве осуществляются бесплатно. То есть человек может делать заказы, и продукцию ему будут доставлять на указанный адрес бесплатно. Обратите внимание, что это достаточно интересное предложение. Старайтесь воспользоваться этим предложением. А если имеете дистрибьюторов в Москве, то проинформируйте их о такой возможности. Итак, это доставка по России, Беларуси и Казахстану. Если же партнер будет проживать на Украине, есть ресурс nsp.com.au, либо вот эти вот телефоны, которые тоже в левом углу указаны. То есть человек может делать заказ продукции через этот сайт, либо по телефону. И также обращаю внимание на то, что если стоимость доставки будет более 300 гривен, то есть это 30 евро, то доставка по Украине в любую точку будет бесплатной. То есть это также очень удобно для дистрибьюторов и для потенциальных партнеров. Итак, следующий момент. Если ваш партнер в СНГ решит строить бизнес, то есть сайт nsp.com.au, поможет в регистрации через интернет. Через интернет. Обратите внимание на этот момент. Итак, что дает этот ресурс? То есть есть вход зарегистрированного партнера, и человек, который попадает на этот ресурс, то у него есть возможность зайти в свой бэк-офис. Пароль здесь тот же самый, который от nsp25.ru. И тут есть следующая такая функция. Это функция активации вашего нового партнера. То есть поступает заявление от тех партнеров, которые подписываются через интернет, и можно здесь активировать их, либо удалить. И здесь же есть функция депонирования. То есть вот здесь можно поменять депонирование на тот серий Синцент, который будет удобен для вашего партнера. То есть здесь есть такие вот функции. Вы можете ими воспользоваться для ведения, скажем, бизнеса. Так, ресурсы nsp25.ru. Тоже хотел бы немножко рассказать о нем. То есть когда ваши партнеры в России начнут строить бизнес, им нужно рассказать про этот ресурс, потому что когда в них начнут подписываться новые дистрибьюторы, они благодаря этому ресурсу могут отслеживать в реальном режиме, что происходит у них в структуре, какой есть товарооборот. То есть не писать заявление о получении распечаток, а просто в реальном режиме просматривать, что происходит в структуре, какой товарооборот делается. То есть для этого нужно будет зарегистрироваться на сайт nsp25.ru, и ваши партнеры сами смогут отслеживать ситуацию в своем бизнесе. То есть это тоже такое большое подспорье. То есть вы сразу людей приучаете к самостоятельности, вам не нужно контролировать их товарооборот, они сами это смогут сделать. Как регистрироваться? Достаточно все просто и понятно. Кликнуть уже на инструкцию по регистрации, прочитать, ну и сделать все те шаги, которые там указаны. То есть все достаточно просто, ничего сложного нет. Главное, опять же, чтобы ваш человек все это сделал, ну и в дальнейшем просто пользовался этим ресурсом, потому что я знаю, что, к сожалению, нет возможности, например, спонсору из Евросоюза или спонсоров из СНГ просматривать, что творится в структуре у его дистрибьютора в СНГ, если, скажем, первое или второе какого-то поколение спонсором находится в других странах, ну, в частности, в Евросоюзе. Ну, а сейчас я хотел бы тоже узнать о ваших действиях, какие ваши действия за последние 7 дней были. Меня интересуют три цифры. Сколько ресурсов вы задействовали в интернете, в форумы, различные, скажем, обсуждалки, и где оставили информацию о себе? Это первый вопрос. Второй вопрос. Сколько групп в социальных сетях использовали для знакомства? Это второй вопрос. И третий вопрос. Сколько человек подписали? То есть три цифры. Меня интересуют. И ответ приблизительно будет звучать так. За последние 3 дня, за последние 7 дней, я задействовал в интернете 7 различных форумов, досок объявлений и так далее, где оставил информацию о себе. Я использовал в социальных сетях 6 групп. Это вторая цифра. И у меня один человек подписался. Это третья цифра. То есть самое важное, опять же, в сетевом маркетинге – это действие. Не важно, что на первом этапе у вас не будет получаться. Это абсолютно нормально. Потому что сетевой маркетинг – это все-таки навыки. У меня первый год, который был уделен достаточно серьезному сетевому маркетингу, у меня не было подписанных людей вообще. Поэтому это абсолютно нормальная ситуация, если у вас что-то на первом этапе не получается. Если не получается, но вы действуете, знайте, что рано или поздно у вас все равно бизнес начнет развиваться. Главное, опять же, старайтесь понять, почему не получается. То есть спросите у своих спонсоров, проконсультируйтесь, у партнеров. Что-то поменяйте. То есть тестируйте все, что можно тестировать. Итак, я вижу ответ. Гульнара сообщает, что 9 ресурсов было задействовано, где была оставлена информация. 5 социальных, 5 групп в социальных сетях было также знакомство проведены. Глеб Алина Лия. Один ресурс задействован в интернете, где оставлена информация о себе. И плюс, 3 группы были задействованы в социальных сетях для знакомства. Трое человек думают, смотрят сайты, изучают информацию. Великолепно. Татьяна Оренбург. 2 ресурса было задействовано. 3 группы в социальных сетях задействованы для знакомства. Это великолепно. Итак, у нас сегодня 3 человека, кто являются победителями. Первая это Гульнара. Вторая это Глеб Алина Лия. И третья Татьяна. Ага, еще Сверидова. Сверидова тоже у нас сегодня победительница. Она задействовала 1 ресурс. 10 групп в социальных сетях было задействовано. И пока ноль подписаний. Так, через сколько дней тестировать? Ну, момент следующий. Тут не только через сколько дней тестировать, но нужно понимать, сколько вы оставили информации. То есть, задействовав, например, форумы, ну, скажем так, десяток задействовав форумов, и постоянно оставляя информацию о себе, в течение месяца уже можно будет понять, сколько людей проявили к вам интерес. То есть, месяца достаточно. Но при этом, обратите внимание, должно быть порядка 10 форумов задействовано. И должно быть оставлено в течение месяца на каждом форуме, ну, хотя бы 10 каких-то сообщений по теме. И вы в дальнейшем просто посмотрите, насколько часто люди будут прислушиваться к вам. То есть, вы понимаете, что форум не служит для того, чтобы себя рекламировать. Форум служит для того, чтобы наладить какие-то отношения с людьми. Далее вы просто посмотрите, если у вас восстановились какие-то дружеские отношения с некоторым количеством людей, то есть, вы продолжаете с ними дружить. То есть, дальше общаетесь, может быть, уже через личку, и дальше будет уже понятен, какой результат. Если же у вас не получится в течение месяца получить, подружиться с каким-то количеством людей, значит, делайте что-то не так. Либо, может быть, форум достаточно, скажем, дохлый. Ну, в каком смысле? Если вы оставляете какие-то записи на форумах, а вам никто не отвечает, посмотрите еще, опять же, когда были последние записи сделаны на этом форуме. То есть, достаточно много, часто бывает ситуация, что форумы уже, как правило, не пользуются. Просто здесь зависит много факторов. И я рекомендую, прежде чем, например, пользоваться форумом, посмотрите, как часто они сейчас задействованы у вас. Если это социальные сети, я об этом тоже говорил на вебинарах, тоже смотрите. Опять же, если это говорим о Фейсбуке, то и вы используете какую-то фан-страничку, посмотрите, сколько там существует первый показатель лайков и сколько людей обсуждает эту фан-страничку. То есть, какую-то тематику. Потому что, может быть так, что, ну, например, несколько десятков тысяч лайков стоит на фан-страничке, но обсуждают там буквально единицы. То есть, понятно, что эта фан-страничка, по большому счету, в настоящее время не работает. То есть, она не пользуется спросом. Вам надо посмотреть, опять же, по своей целевой аудитории, насколько обсуждается то, что пишется на данной страничке, ну, если говорить о Фейсбуке. Просто я в настоящее время, пока разбираюсь больше с Фейсбуком, я и привожу пример Фейсбук. В Контактах, там, может быть, другие какие-то правила действуют. Посмотрите на эти моменты для того, чтобы понять, стоит ли подключаться к этой социальной сети, в группы в социальной сети или не стоит. То есть, есть некоторые показатели, которые позволят понять вам, стоит подключаться или не стоит. То есть, это такие вот предварительные данные о том, в каких социальных сетях, как их, ну, по крайней мере, определить, надо ли вам подключаться к дискуссиям или не надо. Ну, на этом моя часть вебинара завершается. Я хотел бы обратить внимание на то, что у 90% людей есть мечта, которую можно исполнить на самом деле до конца недели, а люди делают из нее мечту всей своей жизни. Я вам рекомендую, начинайте осуществлять даже маленькую какую-то мечту и хотя бы каждую неделю начинайте осуществлять. Для этого есть карта мечты. Посмотрите еще раз сегодня вечером на карту мечты. Посмотрите, что вы уже смогли достичь, какие мечты у вас реализовались, какие мечты могут реализоваться в ближайшее время. На самом деле, это действительно для вас все доступно. И я вам желаю успехов в спонсировании в СНГ.